Для этого видео я, как обычно, использовал остатки нашей стройки и какого-то производства. Непосредственно старый расширительный бачок, в нем умерла мембрана. Также кусок дымохода, это какая-то азбистова труба вроде как. И какой-то металлолом остатки от чего-то тоже, уголки и проволока столистая. А также мой любимый тормозной диск. По-моему, я уже все их извел, то, что у меня были в закромах. Убираем все ненужное из баллона нашего, это, соответственно, ниппель. И до этого я уже выдрал саму мембрану. Размельчаем трубу, размеры трубы и вырезаем все лобзиком. Я специально взял пилку по металлу на лобзик, потому что ей более чище можно пилить, чем болгаркой. Все равно с болгаркой бы получились какие-то заусенцы и неровные края, а это прям ровночек получилось. Примераем нашу трубу, все замечательно входит и выходит. Теперь защищаем края напильником и пока отставляем в сторону, будем делать непосредственно саму стойку. Так как профильная труба квадратная у меня кончилась, я решил сделать сам эту трубу. Взял, сварил эти остатки старых уголков, они уже все ржавые и плюс с дополнительными мемоварками какими-то. По-моему, это была клетка, в которую привезли квадроцикл. Ну, скадроцикл был в палете получается и вокруг был обвязан вот этими уголками. Отрезаем по размеру, свариваем в трубу и потом уже пытаемся привариться к нашему диску. Я вообще сделал все натяп-ляп, просто кусочками маленькой профтрубы, все это приварил. Ну, все это работает и как бы я уже, как раньше сказал, это чисто набросок и я не стремился сделать идеально. Теперь займемся непосредственным креплением нашего бака к стойке. Помните наш полукруг, который мы делали на профиле гиби или на чем-то подобном, который из подшипников делал, который в итоге сломался. Так вот, один-то этот кружок-то у меня остался. Я его распиливаю напополам и получается прям идеально ровно встает он на бак. А дальше я просто делаю между этими полусферами обвязку и в итоге получается такая крутая клетка для данного бачка, которую в дальнейшем мы привариваем к непосредственно уже стойке. Отверстие из-под ниппеля я решил заглушить, для этого взял просто гайку М8 с болтом и все закрутил. Настало время теплоизоляции, для этого я взял также остатки минеральной ваты, а именно роквул, это базальтовая вата. Как бы вроде показалось себе нормально, поэтому я решил ее туда засунуть и вставить уже в саму азбестовую трубу. Далее предстоит задача проделать отверстие в баке и соответственно уже непосредственно самой трубе. Отверстие в баке я просверлил сначала, потом расшарошил супичным сверлом, а потом уже выбрал непосредственно коронкой. Но самое неудобное и страшное это просверлить эту трубу. Труба эта сверлится никак, то есть вообще никак. Я ее взял только небольшим буром, смог просверлить самым маленьким, а дальше она уже просто не получается никак. В итоге я решил забить и выбить уже скорпелькой, ну и сломал трубу. Труба треснула. Но как бы это набросок и на тягу не влияет, как в дальнейшем мне показалось. Поэтому я решил оставить как есть, все встает нормально, горелка проходит туда и все замечательно. Далее делаем обвязку и просто солистой проволоку гнем по форме нашего бачка и привариваем уже непосредственно к клетке, а потом уже к бачку. Дальше нам нужно сделать дверцу. Я взял тоже получается часть, которую отпиливал изначально и нашел навесик и приварил. Ну и еще я сделал вот эту штуку. Короче, это наковальня. Наковальня я решил сделать самую простую. Крайний раз, когда я ездил на металлолом, нашел лист металла 15 миллиметров. То есть довольно толстый, идеально вырезанный, видимо вырезали лазером. Ну короче, такую ерунду постоянно выбрасывают на металлолом. Видимо, какой-то отход производства. Ну я сделал просто из толстой по столистой проволоки клещи и вставил. Дальше в дело вступает наша наковальня. Понятно, что наковальня по большей степени импровизированная, потому что сейчас вы меня закидаете грязными тапками. Да, это небольшая вещь, которая может быть и не будет полностью передавать удар, как по идее нужно. Но, тем не менее, то что было, я и слепил, как говорится. Я приварил клещи из стальной проволоки и забил их. Ну, видео не показано, но я сделал еще два, перпендикулярно, четыре стороны взял. Подключаем нашу горелку. Изначально подключал через редуктор, который купил, но оказывается редуктор используется только для газовой плиты, и он ограничивает давление, что мне не нужно. Я очень долго рылся в интернете на последствия безопасности использования этой горелки без редуктора, но оказывается ее можно использовать без редуктора. Подключаем и видим, что газ горит довольно плохо без дополнительного источника кислорода. Я этого не знал тоже, поэтому привариваем дополнительную трубу, которую будем уже непосредственно засовывать в нашу горелку. Мы горелку в дальнейшем переделаем. В этом видео я просто уже не успел это сделать и взял импровизированный поддув. Это обыкновенный вытяжной вентилятор, который я просто повесил на горелку сверху. Но, тем не менее, я успел отковать какой-то кусочек детали и из этого сделать нож, который будет отдельным видео. Чисто для пробы я уже хотел сделать нож из гаечного ключа. Продолжение следует... Ну, я решил уже сделать нормальным хостовиком, чтобы загнать его в нормальную ручку и чисто для пробы. Я понимаю, что хром-ванадиум и из него ножи говно. И я, кстати, это испытал, когда я начал его чуть уже делать тоньше, тоньше, тоньше. И я так понимаю, может быть, я еще перегрел. Я не знаю, на самом деле, особо отчасти. Может быть, там выгорел углерод, потому что я слышал, что газ якобы выжигает углерод. Короче, получилась такая хреновина. Пришлось обрубить конец, но он получился ровный. И я надеюсь, завтра я его обработаю, шлифану и сделаю из него неплохой, к примеру, ножик к мангалу. Ах, утреснул как раз хвостовик. Это было место вот самого этого накидного ключа. Вот он и треснул. Потому что я пытался его смять и сплющить и, типа, сделать кузнечную сварку. Но, оказывается, для кузнечной сварки нужны еще дополнительные какие-то присадки. Там, бура, надо читать. Я не знаю. Ну, это клевая тема. Короче, любого фитнеса. С меня 10 потов сошло, пока я это сделал. Я сделал это за часа, наверное, полтора, может быть, чуть меньше. Вот эту именно упаковку. Ну, прям вообще мокрый весь насквозь. Во-первых, потому что жарко. Горн газовый, да. И, как бы, во-первых, ночь. И я не хочу играть в игру, как достать соседа. Вот. Поэтому я закрылся. И, соответственно, здесь просто дикий духан. Я не понял, что нужно нормально сделать поддув кислорода. Потому что изначально я просто ставил обычную горелку для кровли. И она что-то нихрена не горела, оказывается. Ты газ добавляешь, а газ весь такой выходит из него. Ну, то есть это довольно опасная фигня. Он не догорает. Ему не хватает кислорода. И ему нужен приток кислорода. Я долго думал, может быть, принести пылесос. Но мой пылесос строительный, который из мастерской, он циклон. И в нем нет выдува. То есть только на вход. Старый пылесос из дома или из бани нести, как бы, ну, блин, не хочу. Во-первых, его нельзя долго держать включен. Во-вторых, ну, он шумный. И нафиг надо. И так шумно. Поэтому я у меня валялся для той мастерской вытяжной вентилятор. Я его просто повесил пока на времянку обратно. Но это мы облагородим. И сделаем нормальное уже. То есть, может быть, даже сварим какую-то там специальную форсунку. Инжекторная. И, короче, не знаю, я не помню, я читал. Не помню, не могу сказать точно. И спасибо большое, что посмотрели. Обязательно посмотрите вот эти два старых видоса. Поделитесь с друзьями. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok